Алло. День добрый. Добрый. Девушка, я предлагаю организовать акцию. Президент никогда не умрёт. Здравствуйте. День добрый. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Александр Лукашенко ещё живой? Здравствуйте. Что случилось со стабильностью у здоровья самого главного президента Белоруссии? Почему российские СМИ захайпилися на этой событии, а белорусские СМИ ничего не комментируют? Давайте я потурбую государственное выделение и напишу им про эту важную событию. Посмотрите, что получилось. Почему про состояние президента ничего не сообщаете? А вы кто? Андрей. И вы хотите что знать? Хочу знать, что с президентом Александром Лукашенко. Всё хорошо, всё замечательно. А почему интересуетесь? Потому что российские СМИ сказали, что в Москве его сопровождала скорая помощь в аэропорту. Да? Да. Я, к сожалению, не владею такой информацией. А в чём ваш интерес, скажите, пожалуйста? Так интерес, что мне думать? К чему готовиться? Кто-то врёт или всё-таки... А к чему вы готовитесь вообще, в принципе? Ну, к возможному уходу Александра Григорьевича. Возможно, ему надо помочь собрать деньги на лечение. Вы знаете, если в этом будет необходимость, мы сообщим. Всё хорошо, не волнуйтесь. Вот выпустите передачу, что всё хорошо. Будьте здоровы, до свидания, всего доброго. Ну, значит, нет у нас такой информации. Не, ну, по виду уже было видно, что плохо старику. Рука перебинтована и говорить не мог на параде победы. А если завтра он канет, а мы тут неподготовлены, мы же не знаем, кто следующий будет, кто править будет страной. Я понимаю, информации никакой нету, поэтому не показываю. А с кем имею честь говорить? Андрей Владимирович. Андрей Владимирович. У Андрея Владимировича фамилия есть? Есть, но сначала вы представьтесь. Меня зовут Александр. А у вас фамилия есть? Александр Петрович Харавец. А я Андрей Владимирович Паук. Прошу прощения, кто Пук? Ну что же вы, так, Паук. Паук. А, это тот самый Паук. А, так вы знаете меня. Спасибо. Так вот, тот самый Паук. На ваши вопросы я отвечать не собираюсь. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему не сообщается о состоянии здоровья президента? Вы можете представиться? Андрей Владимирович Паук. Здравствуйте. Ну, вот, не стоит волноваться, все хорошо. Так вот, так вы должны выпустить ролик и сказать, что не стоит волноваться, все хорошо. Ну, следите, пожалуйста, за информацией. Так, а вообще готовится по этой теме что-нибудь? Следите, пожалуйста, за информацией. Или мне надо напоминать вам? Следите за информацией, все хорошо. Ну, хорошо, буду следить. Спасибо за бдительность. Спасибо. Да, до свидания. А почему мы должны об этом сообщать? Ну, потому что российские СМИ сообщили, что ему было плохо, а наши ничего не говорят. Ну, позвоните в администрацию президента, почему вы нам звоните? Я туда позвонил, говорю, скажите, Александр Лукашенко еще живой. И знаете, что они ответили? Что? Они просто положили трубку. Ну, давайте с вами и я попрощаюсь. А чего вы взяли, что там что-то со здоровьем не так? То, что пресс-служба его дает, то передаем, как бы не было такой информации. Я в пресс-службу звонил, там вообще трубку положили. Это что думать? Не знаю, не могу за них отвечать. Как хотите, именем революции, 50 часов в сутки, но чтобы Лукашенко ходил, говорил и обещал стабильность с процветанием. Ясно, я вас поняла. Вы президента видели, посмотрите, зайдите на Белтабай, зайдите на БТ и посмотрите, как президент возлагает венок, да, все в порядке. А, так возлагает, так возлагает, это ж... Тут же, понимаете, это, идеологическая, как это, проиграна вот эта, война идеологическая. Там уже сказали, что Лукашенко плохо, а нам что думать? У нас ничего не сказали. И все мы видели, что он... Я думаю, что все в порядке. Действительно плохо себя чувствовал, с перебинтованной вот этой кистью, говорят, там, катетер. А потом молчал, потом еле ходил на этом параде на московском. Ну, видно, что человеку плохо, в самом деле. Ну, сегодня официальные СМИ никакой информации не передавали. Как только что-то мы узнаем, поверьте мне, мы сразу сообщим. На сайт зайдите, пожалуйста, посмотрите всю информацию. Так на сайте нет, не печатают вас почему-то. Видел я Лукашенко, но я же не врач, я не могу сказать о его состоянии здоровья. Так там и не надо быть врачом. Там все понятно, что старый человек засиделся уже на работе, надо на пенсию идти. Извиняйте, я не могу вам ничего сказать. Но мы же по конституции управляем страной, нам же надо его на отпуск, на пенсию отправить уже. А то сгорит на работе. Ладно, не будем мы ерундой заниматься. Какая что ерунда. Ну я не компетентен в этих вопросах. Так вы же на выборы ходите, голосуете, там компетенция у вас есть. Так я не могу вам на этот вопрос ответить. Так никто не может. Вот дожились до того, что никто не может. Никто по СТВ, по ОНТ, по АТН. Никто ничего не знает, даже в пресс-службе ничего не знает. Так а что делать? Не знаю, но попробуйте пообщаться в Голорус, с нашим генеральным директором. Может она что-то знает. Естественно, мы бережем, мы любим нашего президента. Вы можете не сомневаться в том, что все прекрасно. Все хорошо со здоровьем президента. Вашими молитвами я сказать не могу, потому что вы уроды по жизни. Но все хорошо со здоровьем президента, и это нас радует. Так не показывают нигде, что хорошо. Так нам показывают, тебе нет. А вам в закрытом показ организовывают. Все же просто. Так вам на два слова верить получается. А нам всегда надо на слово верить, потому что мы не врем, потому что нет смысла своим врать. Это видео я монтую в пятницу 12 травня. Вечер. На этот час никаких передач про стан здоровья Лукашенко по державных СМИ не показывали. Три дни прошло. Вот что хочешь, то и думай. А что думаете вы? Пишите в комментах. Слава Украине! Жыве Беларусь! До сустрейшего эфира. Третья компания «Авторичное телевидение». Здравствуйте. Здравствуйте. Так будет сегодня передача про Лукашенко, про его здоровье? Конечно будет. Обязательно смотрите. А уже все подготовлено? Да, конечно. Уже начало буквально через минуту будет. Да. По всем каналам, да. А будет где... Да, будьте здоровы, до свидания. Все будет, до свидания. Все будет, да. То есть я напоминаю о том, что нам нужно, нам гражданам нужно показать живого-здорового президента, играющего в кокей, чтобы мы веровали в сильную, процветающую Беларусь. Хорошо. Когда выйдет передача? Когда запланируют? Вы знаете, мы даем официальную информацию, то, что нам предоставляют. Нам ничего, как бы, ни о плохом состоянии, никакого проведержения, ничего не было дано. Ну вот, что дохочешь, то и думай. Как теракты, так они раскрывают, а как Лукашенко живого показать, играющего в кокей, так не могут. Ну ладно, будем ждать. Будем ждать, хотя не знаю, чего мы будем ждать. Какое событие для нас будет более радостное. Живой он или не очень. Спасибо вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok